хочу продолжить свою жизненную историю значит остановились мы на реальных людях которые этим занимаются значит это были охранники в магазине и ну и другие то есть тот те кто рассказывали военном городке это были просто знакомые поэтому люди вокруг вас то есть можно обратить внимание если вас кто-то зовет все время покушать как они любят нас называть мясо чтобы мы были пополнее то есть склоняет к полноте этого тоже мы обратили внимание вот я хочу продолжить просто свою историю то есть я ее пишу для себя может быть кто-то что-то подчеркивает что-то другое значит как уже рассказывал что охранники занимались вот этим вот этими играми как и либо удалениями либо склонением к самоубийству раз такие вопросы задавали вот что еще сказал мне значит это ты сказал вживую этот охранник о том что я значит санитар который санитар это значит что идет естественный отбор то есть я отбираю людей и по якобы по их по их мнением вот что значит означает такое прямо в глобальном смысле я вот как бы ничего не скажу это все происходило с 20 до 25 значит еще отмечу что как я когда память вспомнила про этого охранника не мне его включили в сон я его увидела во сне и с ним разговор и то есть то есть они хотели вывести меня может быть на какие-то эмоции но моя фраза была ты не ничего не хочешь сказать и все как бы как-то все вот много очень было людей вокруг не видимо в реально в реальном в сне хотели послушать что мы с ним будем обсуждать ну как бы вот не никак не получился у нас с ним диалог во сне во всяком случае значит еще отметишь что по касаемо сталкеров ну без разницы как их называете эти люди которые вживую ходят подключены которые выполняют команды вообще как хотите как хотите называйте и значит к сталкером еще отнесла бы я чоп который меня встречал каждое утро то есть я работал не на одной работе за всю жизнь и когда уже мне было лет двадцать восемь наверное я тогда ездила далеко на такси и к восьми утра и всегда с утра меня возле работы встречали два парня чоповцы и они так смотрели на меня улыбались ну как бы им скорее всего было так когда на команда просто меня встречать это вот я так и сегодня сообщение так бывает жизнь просто не хочу все остальное снимать значит чоповцы встречали каждое утро то есть это я замечала ну так как я уже знала что за мной ходят за мной слежка то есть я уже думал что они же я же думал с ними помогают и а в итоге оказывается что это вот были как бы сталкеры и с условием еще такое наблюдение такое наблюдение было когда и вот я об этом всем узнала как-то в каком-то году уже давно уже девчонка на одном из порталов наших в городе написала сообщение что я не могу понять меня молодой человек он за на ухаживает бегает у меня встречается работа провожает и так далее но в любви мне не признается и вообще скинула его переписку скрина его переписки в скринах значит вот это все был весь их был диалог он говорит ты меня не понимаешь и в очень интересном таком моменте значит ты меня не понимаешь но сейчас я просто напротив себя вижу какую-то синюю мигающую лампочку который который якобы как будто бы на дереве но она не в окне то есть тут они мне делают что то что с чем-то не мигают на меня или стреляют может быть в меня что-то вот наподобие ну реально какая-то непонятная штука вот вы ее не видите получается на видео вижу ее ну может быть это какие-то и датчики в моих глазах что-то установлено и я поэтому может быть их немножко вижу значит и девочка это скидывала переписку скрины с этим молодым человеком и я сразу заметила что это это вот про было дело прослежку то есть stalker реально существует я и так ответила что он ей написал значит ты меня не понимаешь и не поймешь скажи спасибо что я еще чтобы не переспал ну то же самое что у меня бы собственно было с охранником и тот же stalker скорее всего дней так вот издевался и она она думала что он ее любит и на самом деле он вот этим всем занимался так и про подкладывание людей наверно все в курсе если мы в мире любви человек фактически в реальной жизни находится то ему подкладывают людей то есть подкладывают в любовную любовную связь они договариваются с кем-то там на стороне чтобы вот как грубо говоря как этот охранник за ухаживал и так далее но в том числе они могут и с вами спать за деньги не могут годами ходить спать и потом резко встать выйти сказать имени нужно в том числе если вам нравится какой-то молодой человек из какой-то компании вы хотите его отвезти или там девушка да вы хотите как бы общение более тесного более близко когда они это видят они этому молодому человеку или девушки подкладывают другого человека под видом большой и хорошей огромной любви потом проходит время и этот человек как бы заскакивает вы уже вы уже тоже с ним не встречаетесь с ней и тот человек недоумевает почему его бросили вот а это все происходило из-за вас вот собственно из-за вот этой всей системы и они платили деньги и значит вот когда случае этот помню еще года как раз вот в 24 примерно подложили молодому человеку девушку она симпатичная красивая молодая стройная очень-очень симпатичная она не шла на контакт она особо не общалась в компании никогда и мы ее как бы так даже игнорили можно сказать а в итоге оказалось что она его бросила через пару месяцев и когда он к ней пришел и стал выяснять отношения что как бы почему и все она говорит мне вообще есть парень это как бы отвали от меня и и вообще ты мне типа не нужно меня попросили то есть много много кто если наблюдает за свою жизнь и у кого-то как друзья когда-то так говорили вот вот эти вот сталкеры или закуплены за деньги где люди они отвечают что их попросили попросили избить попросили подложу подложиться и так далее вот собственно чем занимались они вот в эти года на через двадцати четырех лет меня оказались сильные отравления это было очень жутко то есть я не смогла встать неделю температура была 39 и не могла позвонить скоро у меня никого не было температура кстати отмечу что мысли о скорой у меня были вызвать скорую уехать как бы да но видимо не внушали что ее не надо вызывать и собственно это в неделю пролежала провалялась и что это было за вирус и что это было за вот реально какое-то отравление потому что я только глотала таблетки и только спала вот и я даже молодой человек мой главный ускакал в это время на неделю куда-то гулеванить очень интересным образом про ну про молодого человека тоже сейчас еще расскажу и его не было рядом со мной в этот момент вообще в такие моменты обратите внимание с вами никогда никого нет когда у вас что-то случается или что-то происходит тяжелое в жизни вы это все переживаете сами потому что всех людей в этот момент они занимают либо очень важными задачами в жизни самыми нереальными что не важнее чем ваши либо они этих людей и подключают и уводят от вас как бы либо внушают им что им надо уехать куда-то уйти в это время с вами происходит страшно значит и как в итоге я узнала про телепортацию получается что я думал что это из кожи у меня все вылазит знаете такая болезнь маргеллонов вы есть когда из кожи вылазят всякие червяки клещи волосы и палочки точечки вот это все у меня было я думала это реально и кожа и волосы стояли дыбом то есть в этот момент они видимо меня так облучали они меня убить хотели просто у меня даже мозг повторяет тем что жалко что не умерла потому что лучше вы может быть и умерла в тот момент то есть что происходило вылезали всякие точки клещей из носа и и но из любых вообще с любой части тела в раз находите раз волос в интимных в интимных частях длинный огромный волос который вообще быть не и ним и не может как то есть они его туда подкладывали пока вы спите и все это вот вы находит даже когда вы не спите то есть например на работе я держал фиолетовую ручку меня на коже появлялись фиолетовые как они называются фиолетовые пластмассовые штучки вот то есть это может быть это влияние такой на кожу было оказано что это как грибок полну основном может быть и телепортация эти штучки фиолетовые собирала вот жалко что я их выкинула на самом деле но они похожи как на воск восковые как ну были похожи на воск но не было бы абсолютно разный материал и плюс возможно что даже какие-то галлюциногенные вещи вытворяли то есть на самом деле вы видите там какую-то палочку точку вам кажется что она там прямо из вашей кожи вылезает это было жутко на самом деле и такого я конечно никому не пожелаю девушки красиво симпатично 24 года уж точно такого я не желаю как они говорят что они это сделали для того чтобы у меня не было детей детей у меня реально до сих пор нет мне 30 лет будут ли они на самом деле уже неизвестно и возможно что них сами даже и убирают то есть если если я беременную они быстренько это все дело заминают значит в игре в игре к в которого они со мной играли вот в мире криминала они сказали что якобы меня родители лечили от рака и поэтому меня так колбасило но это типа что-то было вот реально что тип химиотерапии когда полностью все убивается вашем организме и у меня тогда очень сильно болела в области где вот печень с правой стороны получается ну я знаю что дневных окончаний на печени нет но все же в этом месте все болело и очень начался дикий кашель очень сильный дикий кашель скорее всего после этого у меня был жуткий какой-то газ стайлинг уже то есть нас есть такие люди потом называются people allergic to me кому интересно прочитайте эти люди мучаются всю жизнь в итоге оказывается что это их сталкеры отравили значит и этот этим газом они уже начать травят то есть они всю жизнь травят и этот газ просто уже из вас как как из какой-то газовой бомбы выходит и они каждый день это делают и добавляют вам побольше чтобы вы на следующий день еще больше людей травили и ну естественно сами еще стоят под окнами симулируют очень много прямо так вот что типа все задыхаются и так далее вот собственно вы многие уже наблюдали до что рядом с вами и чихают и кашлят и делают на вас акцент вот значит и на одежду они мажут вот этот газ или что такое газовое жидкое вот что-то какое-то химическое воздействие но они дело в том что они ведь калечит других людей то есть они возможно что миссия санитара в этом и заключается что они используют мишень для такой цели и собственно идет уже естественный отбор люди болеют люди заражаются у если у вас есть в организме там вирус например герпес это у вас резко после столкновения с человеком потом резко начинает появляться герпес в острой форме то есть все ваши болячки выходит в острую форму сразу все болеете плюс идет нереально нереальный запах который не пускают то есть ваш организм отравляется ежедневно этот запах тоже идет или по соседям и так далее они травятся этим запахом то есть ли это сделано для 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 чего в общей системе для того чтобы вы потребляли больше таблеток то есть люди которые окружают вы которые находятся в нашем городе они идут покупают медикаменты то есть эпоха потребления которую они создают чтобы затупить людей чтобы вы только тратили тратили использовали эти все деньги то есть чтобы выходили это все только делали все покупали вот собственно это подвязка чтобы вы знали что у вас траве даже если вы не подключена то есть даже если вы не в закрыт ни в какой фазе даже если вы нормальный человек то у вас тоже травят скорее всего что нормальных людей отправляют жить в элитные дома они имеют много денег и они не живут с такими как мы с обычными людьми и поэтому на них воздействие идет какое-то минимальное возможно и поэтому может быть что сейчас рядом у нас построили огромное домище вот элитный дом где наверно одна квартира стоит 8 миллионов по моему последний раз слышала однокомнатная квартира для города для не не столица абсолютно до 8 миллионов по моему 33 квадрата вот возможно что и после этого всего они вообще решили меня убрать и удалить чтобы я с этими людьми рядом не жила или с ними не жила или со сталкерами этими не жила которым я уже надоело не меня насилуют ходят и я муж уже может не нравлюсь абсолютно так отмечу что скорее всего у людей появляется и рак от этого и дерматиты то есть все все болезни которые перечислить которыми они нас на меня отравили помимо запахов рыбы тухлые тухлые извиняюсь кто-то все пишет и пишет значит у меня были жуткие дерматиты всю жизнь по жизни всегда то есть я обсыпала меня какими-то непонятными меня на ногах все время какие-то пятна появлялись я думала муж клопы меня какие-то кусать клопов нет пятна все равно появляются чешется то есть я пила пила всю жизнь я на каких-то таблетках то это от аллергии пьют от болезни пьют еще что-то пью то есть реально организм они насилуют настоящими болезнями сыпь на руках это от желудка то есть они желудок полностью если затравили отравят вот этими всякими газы и не только скорее всего всякими различными таблетками поэтому вот и и организм так реагирует вы бы видели просто эти все сыпи которые возникают то есть это не просто там что-то высыпало как рапивница полностью все руки волдырях как будто может быть что это ожоги даже были там как бы уже история мало